Когда мы видим, что нещадно просто берут и рубят, и причем, когда мне говорят, что это рубит администрация, вы можете потом зайти и посмотреть. Вот этот лес, наверное, был последний дух района. Жители улицы Елены Стасовой плачут от бессилия. Бензопилы в Ветлужанском бару визжат третий день. На месте полувековых сосен будет детский сад на 270 мест. Хотя постояльцам жилого комплекса, что неподалеку, при заселении обещали эко-район, белочек и пешие прогулки. Администрация города объявила строительную лесорубку законной. Земля муниципальная, план застройки согласован в 2015 году. Техническое решение подразумевает сохранение существующих посадок и деревьев. Данная территория предусмотрена проектом планировки. В 2015 году происходило его публичное слушание по этому проекту. В 2015 году сейчас 2019 год. И я считаю, что разрешение нужно спрашивать и слушание нужно проводить именно с жителями, которые живут сегодня, а не в 2015. Очень охота увидеть подписи тех людей, которые ставили разрешение. Люди не понимают, почему нельзя было выбрать другой участок под детсад или заново провести слушание. К нынешней схеме застройки у активистов много вопросов. Здесь роща как была, так она должна была остаться. Садик должен был быть больше смещен к тому белому дому. Каким образом они все это сдвинули, я так и не понял. Иван изучил план и уверен, застройку могли незаконно уплотнить. На том месте, где должен был появиться детсад, уже растет многоэтажка сибиряка. Вот и пришлось залезать в лесную зону. В администрации успокаивают. Будут компенсационные посадки весной 2020 года. На озеленение уже выделены бюджетные деньги. Какие-то, вот они говорят, насаждения другие. Сколько из них может выжить? Сколько может прижиться? Сколько может вырасти? Десятки соседей решили объединиться и начать свою проверку. Юристы изучают строительную документацию. Если будет этот садик через 5-10 лет, то это будет вот такой маленький садик. И будут шикарные, жилые, огромные дома, которые будут проданы за большие деньги. Конечно, после драки кулаками не машут. Уже лес вырублен. Основные сосны. Единственное, не знаю, насколько у нас получится, нет, остановить. Видите, вот везде, которые по метке были, это все под снос. Застройщик и подрядчик на месте общаться отказались. А когда закончите все пилить? Какие сроки вам поставили? Вот смола. Дерево плачет еще. Бригадир есть? Там где-то. А куда увозят стволы? Не знаю. Новые места для детей. Это хорошо. Ближайший детский сад номер 4 находится почти в двух километрах от района. Но где же вся эта наша экопрограмма и природозащита, когда в угоду одной нужде мы превращаем в опилки другую? И не надо больше так уже его делать. Тут раньше мы гуляли, все нормально было. Невозможно. Экологика у нас плохая. Просто невозможно жить. Анастасия Цыганова, Иван Дорофеев. Новости Прима.